Всем привет народ, на сайт Дмитрий Николаевич, и в этом видео я вам хочу показать вживую весь Нижегородский метрополитен. Ну а перед обзором подпишись, поставь лайк, ну а я вам желаю приятного просмотра. А начнём мы со станции Буревестник с Ормаво-Мещерской линии. Стоимость проезда за наличный расчёт стоит 35 рублей. А за банковскую или транспортную карту стоит 300 рублей. Станция метро Буревестник была открыта 9 сентября 2002 года. Данная станция наземно открыта. Тип платформы береговая. Это единственная станция такого типа, не считая московскую. Основной состав Нижегородского метро это 81717.5, 714.5 и 8177.6, 714.6. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Бурнаховская. Станция Бурнаховская. Была открыта 20 декабря 1993 года. В составе первой очереди второй линии. До сентября 2002 года являлась западной конечной станцией. Сормаво-Мещерской линией. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Канавинская. Станция Канавинская. Была открыта 20 декабря 1993 года. В составе первой очереди второй линии. Двери закрываются. Следующая станция Бурнаховская. Станция Московская. Была открыта 20 ноября 1985 года. В составе первой очереди первой линии. Особенность станции. Это то, что она имеет 4 пути. И до 2020 года считалась самой большой станцией в России. Только на этой станции можно пересесть. С Сормаво-Мещерской на автозаводскую линию. Ну или наоборот. Следующая станция Страха. Странция Стрелка. Была открыта 12 июня 2018 года. Это северно-конечная станция с самого Мещерской линии. Станция расположена рядом со стадионом «Стрелка», одним из мест проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Станция не имеет оборотных тупиков, а имеет только съезд с одного пути на другой перед станцией. Объясняет это тем, что в дальнейшем хотят построить станцию «Волга». Ну, в принципе, мы уже закончили с самого Мещерской линии. Теперь мы отправляемся на автозаводскую линию. Станция «Горьковская». Станция «Горьковская». Кстати, может, я не смог поймать. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Московская». Но мы уже были, так что ее и пропустим. Станция «Горьковская». Станция «Горьковская». Была открыта 20 ноября 1985 года. В составе первого участка первой линии. Следующая станция «Горьковская». Станция «Горьковская». Станция «Горьковская». Была открыта 20 ноября 1985 года. Особенно тем, что именно здесь вбили первую сваю. И здесь находится памятник строителям метрополитена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Станция «Двигатель революции» была открыта 20 ноября 1985 года. Станция «Пролетарская» была открыта 20 ноября 1985 года. Неподалеку находится депо ТЧ-1 «Пролетарская». Станция «Автозаводская» была открыта 8 августа 1987 года. Станция «Консомольская» была открыта 20 ноября 1987 года. На данный момент она самая пустующая станция, так как на ней не бывает народов. По причине этого и закрыли один вестибюль. До 1989 года являлась конечной станцией. Двигатель революции «Двигатель революции» Станция «Двигатель революции» была открыта 15 ноября 1989 года. «Двигатель революции» 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 Станция Парк Культуры была открыта 15 ноября 1989 года. На данный момент является конечной станцией Автозаводской Клинии. И спасибо, что досмотрели видео до конца, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем удачи, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok